всем привет кто не спит что удивительно нарушает режим я еду с тренировки сегодня неплохо потренировал дельты и бицепсы завтра у меня хоккей поэтому не буду тренироваться буду отдыхать восстанавливаться ноги все равно получат хорошую нагрузку а сегодня такое видео анонсик хочу рассказать вам о том что подготовил для вас три шикарные на мой взгляд статьи долго над ними трудился все по той простой причине что вижу люди я уж не говорю про то что инструктора тренера должны понимать разбираться все что касается приседаний скручивания так называемого клювка поясницы когда вы опускаетесь в нижнюю точку амплитуды приседа потому что продолжается вот эта чушь о том что чем глубже присед тем опаснее для коленей все это чушь друзья наоборот для коленей опасны приседания пол амплитуды именно бодибилдерские приседания самые опасные вот поэтому я написал три статьи первое называется три вида приседаний кто не знает скажу что дать друзья существует три вида приседаний это бодибилдерский стиль пауэрлифтинг и тяжелая атлетика если большинство людей спросить какой стиль приседа они считают самым глубоким 90 процентов скажут что лифтерский но это ошибка это непонимание на самом деле лифтеру нужно сесть до параллели квадрицепса передней части бедра параллельно полу тогда ягодица опускается ниже коленного сустава и приседание идет зачет но это очень неглубокий присед по сравнению с тем как приседают тяжелоатлеты тяжелоатлеты некоторые действительно могут съесть так что коснуться ягодицами пола при этом у тяжелоатлетов травм не больше а наверняка даже меньше и когда вам говорят что от глубокого приседа можно повредить коленку спросите этого человека а как что повреждается в колене люди даже не понимают не знают анатомию коленного сустава пытаются задвигать какую-то чушь просто для того чтобы убрать человека с приседаний возможно это хорошо с точки зрения бизнеса с точки зрения что человек пришел в тренажерный зал его сразу же посадили в тренажер не нужно загоняться тратить время на обучение техники с моей точки зрения я был и таким же простым посетителям тренажерного зала и я являюсь также владельцем тренажерного зала уже лет 15 ни одного поэтому поверьте друзья все за точно на то чтобы вы делали как можно меньше опасного так называемого но не все то что считается опасным опасно и не все то что люди думают безопасно является таковым на самом деле все обстоит с точностью до наоборот именно глубокий присед самый безопасный и связано это с тем что сустав коленный стабилизируются связками боковой внутренней и крестообразной связками проще говоря когда ваша нога выпрямлена она стабилизируется связками чем больше угол приближается к прямому вот прямой угол и полуприсед это самое опасное место вашего приседа чего вообще меня натолкнуло на написание таких очевидных вещей как не оказалось а все потому что мне очень много людей пишут последнее время что тренера которые обучают все-таки приседанием за что им респект советуют своим девчонкам для того чтобы легче встать из приседа в нижней точке разводить коленки в стороны друзья кто знает анатомию тот понимает что именно это движение и будет являться причиной разрыва связки а также повреждения менисков на самом деле коленка травмируется в двух случаях повреждается связка либо мениск либо и то и другое так что друзья изучайте статьи скоро я сделаю еще и видеоролики на эти темы если у вас есть какие-то вопросы обязательно пишите пишите что вы думаете пока вы не прочитали не посмотрели видеоролики мне интересно узнать ваше мнение посмотреть насколько вы грамотны в вопросе техники приседаний расскажите мне чем вы думаете отличаются все эти три способа приседания бодибилдерский пауэрлифтерский и тяжелоатлетический и какие у них сходства считаете ли вы что угол острый угол в коленке опасен а когда если вы считаете что не опасен когда он может быть либо должен быть все это на самом деле очень просто и интересно и думающему человеку заботимся о своем здоровье о своем результате ведь вы не просто так ходите в тренажерный зал да все мы хотим получить результат хотя бы хорошее здоровье хотя бы и естественно если вы тренер инструктор найдите эти статьи дождитесь видеороликов изучите их изучите хотя бы строение коленного сустава даже это даст вам пищу к размышлениям и я понимаю что знания и понимания разные вещи о чем и вам всегда говорю но я уверен что думающий человек получивший знания о строении коленного сустава поймет когда коленка действительно рискует получить повреждения когда нет на мой взгляд это обязан сделать в первую очередь каждый инструктор каждый человек который берет на себя ответственность тренировать другого человека я думаю вы со мной согласны также я рассказал в статье и собираюсь сделать это в видеоролике основную причину подкручивания поясницы во время опускания в глубокий присед мне тоже интересно ваше мнение посмотрим насколько сильны ваши знания в анатомии потому что это тоже простая анатомия и считаете ли вы что подкручивание таза вредно для поясничного отдела если считаете напишите в комментариях тоже почему если не считаете то я тоже хотел бы почитать почему вы не считаете что подкручивание таза опасно так что друзья три новых статьи три новых видео ролика это три вида приседаний это подкручивание таза как от него избавиться и основная причина вызывающая подкручивание таза и статья о том как можно получить травму коленного сустава какие это могут быть травмы и является ли глубокий присед причиной получения подобной травмы если у вас есть интересные темы для статей для видеороликов обязательно прошу вас пишите их в комментариях обязательно друзья делитесь в соцсетях моими роликами если вы хотите помогать развиваться каналу считаете что я делаю полезную работу для вас и для себя тоже в первую очередь то у меня большая просьба если вам нравится ролик ставьте лайк и пишите обязательно комментарий если не нравится ролик не стесняйтесь ставьте дизлайк и пишите комментарий почему он не нравится давайте развиваться и писать действительно корректные обоснованные претензии либо благодарности чтобы это не было просто это чушь полная это не комментарий это чушь в плане отношения к созданию комментария так может написать любой дебил любой ребенок но если вы хотите действительно чтобы серьезно отнеслись к вашему комментарию я сейчас говорю не о себе другие зрители другие люди кто прочтет этот комментарий то он должен быть обоснованный считаете что это чушь напишите егор не прав это чушь потому что вот из этого вытекает это и факт того что егор не прав если вы этого не можете сделать друзья засуньте свой язык себе в жопу и поворачивайте получите больше удовольствия и вы и все мы ну серьезно не серьезно подходить с критикой подобного плана да это все хрень да это все чушь так не работает этот мир так он не должен работать это конечно опять таки моя точка зрения если вы считаете по-другому напишите в комментариях как вы считаете скоро сто тысяч подписчиков будет на канале что не может не радовать потому что это говорит о том что очень все-таки много людей интересующихся не просто развлекательным контентом я сам люблю посмотреть всякую чушь смешную на интернет в интернете youtube но каналов действительно несущих какую-то полезную информацию плане тренинга либо чего-нибудь другого таких каналов очень мало и обычно таких каналов очень мало подписчиков потому что в основном подростки сидят в интернете ищут всякую чушь меня не может не радовать повторю друзья что нас на канале скоро будет 100000 кому не нравится смело отписывайтесь ничего в этом такого нет потому что каждый волен выбирать смотреть слушать читать изучать то что считает важным интересным для себя спасибо что остаетесь на канале спасибо вам за лайки за комментарии за дизлайки потому что если вдруг кто то не знает и лайк и дизлайк помогает развиваться каналу а если вы напишите комментарий любой комментарий то это еще больше продвигает видеоролик поэтому друзья я прошу вас это делать для того чтобы мы с вами развивались вместе приседайте друзья тренируйтесь отдыхайте восстанавливайтесь изучайте спортивную анатомию поверьте когда вы подходите к этому делу с со своим личным интересом становится все гораздо интереснее вы понимаете какой тренер что реально из себя представляет если у него какие-либо знания конечно же я всегда об этом говорю что практически опыт гораздо важнее теории но друзья на знаниях и строится понимание все равно нам с вами необходима теория конечно же которая будет подкреплена в последующем практикой ну а если вы занимаетесь просто сугубо теории пытаетесь еще впаривать это другим людям преподнося это как какую-то полезную информацию потом на базе этого строите бизнес продавая людям тот или иной продукт пусть даже если вы в очках и выглядите как ботан это не есть хорошо потому что это всего лишь теория различные исследования ничего никогда никому не доказывают и я не раз вам уже говорил об этом друзья что нужно критически относиться к любым исследованиям я не встречал еще ни одного исследования которое было бы приближено к реальной жизни берется в основном всегда какая-то совершенно инородная субстанция если тестируется какой-то препарат для спортсменов то тестируется почему-то на людях далеких от спорта и одна и та же лаборатория зачастую с одними и теми же людьми в течение года может несколько раз поменять свою точку зрения совершенно на противоположную меня как здравомыслящего человека это настораживает поэтому если вам кто-то пытается что-то втюхать что это работает а это не работает потому что были проведены такие-то исследования друзья на мой взгляд это все чушь конечно нужны важные исследования но они должны быть иметь место с реальной практикой жизни но никак не иначе ну что друзья хорошего всем дня знаю скоро в россии начало новой рабочей недели привет всем участникам закрытой группы а там уже 162 человека представляете и нет ни одного недовольного нашей закрытой группе люди младше 20 лет и есть старше 60 лет что меня очень сильно удивляет и радует я очень рад что вам нравится тренироваться по моим программам периодизации я очень рад что вы оценили каждый из вступивших в группу всю прелесть циклирования нагрузки тренировочной основанной на различном типе мышечных волокон гликолитических окислительных промежуточных чередовании внутренней периодизации внутри самих мышечных волокон и то что вам нравится тренироваться каждый раз по-новому на одну и ту же мышечную группу мы чередуем как вы знаете неделя на силу неделя на массу неделя на выносливость при этом не забывая о работе над связками и диетой питание мы регулируем рельеф если вам кто-то впаривает что та или иная тренировка является жиросжигающей то это тоже профанация на самом деле жиросжигающей может быть только диета а любая нагрузка может и пережигает калории естественно силовая работа пережигает гораздо больше калорий чем любая кардио нагрузка особенно если это классическое кардио классическое кардио вы знаете не стоит делать вообще в принципе никогда только как разминку и как заминку если вы хотите все-таки включать свои тренировки кардио нагрузки то это должна быть интервальная работа не больше 20 минут плюс необходимое время на разминку и заминку 20 минут интервального кардио действительно могут быть полезны классическое кардио если вы натурально тренирующийся атлет а я уверен что девчонки все кто смотрит мой канал все не используют никакую фармакологию то классическое кардио будет вам только вредить пережигать в первую очередь с таким трудом набранную мышечную массу и чуть-чуть затрагивать жировые запасы а силовая работа будет действовать совершенно наоборот в первую очередь вы будете сжигать именно жирок и сохранять мышечную массу потому что она будет нужна организму для того чтобы справляться с силовой работой но не забывайте все это и процессы жиросжигания и процессы построения мышечной массы возможны только если вы не кушаете за два часа до сна а чем старше ваш возраст тем время до сна от последнего приема пищи должно быть больше не забывайте об этом ну ладно друзья всем хорошей рабочей неделе я уже подъезжаю к дому был рад в очередной раз с вами пообщаться увидимся как всегда в тренажерном зале всем сухой мышечной массы и силы без травм скоро на канале выйдет отличнейший плейлист для девочек вы получите план периодизации тренинга где каждая тренировка будет показана я снимаю сейчас целый огромное количество видео материала салой на каждую тренировку по принципу периодизации которую я вас учу сам практикую все мои ученики не забывайте что существует три типа мышечного волокна гликолитическая окислительная и промежуточная каждый из вида волокон требует своей определенной методики в тренинге на силу на массу на выносливость и не забывайте что на рельеф можно только питаться сами тренировки не меняются что показывают лучшие атлеты в нашем виде спорта и в других и если вам кто-то говорит что это тренировка жиросжигающая а это нет то вас просто вводят заблуждение либо хотят развести на бабки или что чаще всего человек просто сам безграмотный и не понимает что к чему в нашем движении и как вы понимаете у такого человека нет смысла чему-то учиться разве что глупости или как делать не нужно всегда думайте головой друзья перед тем как сделать какой-либо шаг оставайтесь на канале помогайте мне делать его лучше и мы с вами обязательно увидимся в следующих видео роликов и тренажерном зале всем сухой мышечной массы и силы без травм друзья не упустите возможность всего за 8 долларов купить мою книгу о бодибилдинге которая называется ступени натурального бодибилдинга или фак фитнес набирайте гугли в поисковике и выйдут ссылки где вы можете ее заказать книга будет очень полезна для начинающих атлетов для атлетов среднего уровня особенно будет полезна для инструкторов тренеров персональных тренеров книжка отличается совершенно иным подходом и никак не пересекающаяся с общепринятыми методами тренировок современного бодибилдинга в любом случае согласны вы будете с ней или нет очень будет полезно вам ознакомиться кто прочитал уже эту книгу прошу вас оставить комментарии что понравилось что не понравилось чем вы согласны а с чем категорически не согласны давайте двигаться вместе развиваться вместе и двигать в массы правильные идеи правильные теории и соответственно рабочую практику так как практика это наше все теория без практики друзья это гниющий труд друзья не пропустите я уже выпустил ролики и статьи с нормативами с тестами когда переходить с уровня новичка среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации отдельно статьи и видео для парней отдельно статья и видео для девушек обязательно изучите их проверьте свои знания проверьте свои силы чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше чтобы вы не скатывались назад не топтались на месте только развивались только двигались вперед сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок на каждую новую неделю я выкладываю тренинг как раз таки рассчитанный на циклирование периодизацию на все типы мышечных волокон и тебе не нужно тратить время просто заходишь в начале недели открываешь график и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг тренировки по дням по упражнениям по количеству подходов повторений и все что с этим связано заплатить за группу нужно за вступление в группы но ты платишь всего один раз в группе нас уже 140 человек нет ни одного недовольного так что делай свой выбор если есть время и желание развиваться изучать все это то все есть на моем сайте если нет то просто вступай в мою закрытую группу увидимся друзья как всегда в тренажерном зале не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями всем пока сухой мышечной массой и силой без травм а а